К нам подключается Ниджат Гаджиев, главный редактор информационно-аналитического портала «Обозреватель». Ниджат Мэлем, добрый вечер. Здравствуйте. Что ж, вот вопросы доставки в Ханкенди гуманитарных и иных грузов курирует Международный комитет Красного Креста, деятельность которого в последнее время вызывает все больше вопросов и настораживает официальный Баку. Вот Азербайджан предлагает Армении воспользоваться услугами азербайджанского общества Красного Полумесяца, которое поспособствует удовлетворению и гуманитарных потребностей армян Карабаха. Вот как вы считаете, что еще должен сделать Баку, чтобы Армения в конце концов поняла, что этот вопрос должен быть решен? Тут вопрос стоит в несколько другой плоскости. Вопрос достаточно политический. Это не проблема гуманитарного кризиса Карабаха. Это вопрос геополитики и политических амбиций в некоторых странах, допустим, Франции, армянского лобби в США, армянского лобби во Франции. Частично в России, можно сказать, но в России они сильно ослабли в последнее время, нужно сказать. Однако тут вопрос не гуманитарный. Как и показал наш постпредсмен в ООН Яшаралиев, у них и торты, и свази, и все как надо. Идет по плану. Тут вопрос несколько другого характера. Им нужно продавить свою позицию для того, чтобы Азербайджан пошел на какие-то уступки. Уступки по Палачинской дороге, уступки по вопросу так называемых прав армян Карабаха. И если у них будет на сегодня претендент, один хотя бы претендент, то они им обязательно воспользуются. К сожалению, тут такая ситуация, что и они настаивают на своей позиции, ну и мы настаиваем на своей правой позиции. Никто отступать не хочет. И вся эта ситуация, я подозреваю, что ведет к очередной скалации. Поскольку когда нет дипломатического урегулирования, будет военное, как это было, собственно, три года назад, в сентябре 2020 года. Мы оказались в той ситуации, в которой меньше всего азербайджанская сторона има хотела. Азербайджанская сторона после 2020 года запустила ряд мирных инициатив, ряд проектов по улучшению мер доверия между сторонами и прочее. Но это не оценили. Это не оценили в первую очередь в Европе, в частности в Париже. Это не оценили в Вашингтоне. И это не оценили в Ерево. Поскольку нет правильной оценки реального положения дел в регионе и баланса сил между Азербайджаном и Арменией, они упираются в определенные дипломатические нюансы. Я вам скажу такую вещь. Недавнешнее заседание Совета безопасности ООН было, оказывается, бумагой, обращением Армении, которое было сделано еще в прошлом году, от 13 сентября 2022 года. Это вообще нонсенс в международной практике. Заседание ООН принято на тему, на самом деле, обострение на ситуационной границе, которая была в прошлом году, сентября. А обсуждали они почему-то гуманитарный, так называемый гуманитарный кризис корабля. Это вообще как с международной точки зрения. А тут, значит, эти определенные круги, игроки, в частности, я считаю, что эти игроки, они сидят в Париже, они заказывают музыку, и они пытаются надавить на Азербайджан. Надавить, чтобы мы были более лояльны, считались их позицией и отходили от некоторых своих принципиальных точек. Но из этого ничего не выйдет, разве что только лишь эскалация. Вот сегодня я читал некоторые армянские паблики. Один из военных экспортов армянских, Ван Амуртимян, говорит, что Азербайджанская была достаточно огромную армию у границ с Арменией и в Нахчеванской стороне, и, собственно, в азербайджанской материковой части, у границ. А это, если смотреть с дипломатической точки зрения по вопросу урегулирования азербайджан-армянского вопроса мирным путем, это не очень хорошо. Но если смотреть для самого процесса как выход из положения, это достаточно неплохо. Таким образом, возможно, мы и выйдем из ситуации. Потому что никто не хочет ходить. Каждый день пишут 255-й день гуманитарного кризиса. Какой гуманитарный кризис? И Азербайджан предлагает дорогу. Даже Бразилия, которая вообще не имеет отношения к нашему региону, говорит, что должна быть использована дорога Агдам-Фанкиан. Ну, какой имя? Ну, хорошо, это Бразилия. Россию можно понять, Вашингтон, Париж. Евросоюз можно понять. Но вот Бразилия-то вообще третья сторона. То есть она не имеет никаких заинтересованностей геополитических. Но она ссылается, в первую очередь, на международное право, что данный вопрос касается внутреннего проблемы Азербайджана. И там, поскольку это внутренние проблемы, во-первых, внутренние проблемы того или иного государства не может быть обсуждением с этим запасом. Это первое. А во-вторых, поскольку это вопрос внутренний, то Азербайджан предлагает дорогу Агдам-Фанкианде. Пожалуйста, вот дорога, вот гуманитарный свой груз берете, я не знаю, что хотите стащить сюда. Пожалуйста, кроме вооружений и прочего, что может обострить ситуацию. Армяне и Карабаха должны быть разоружены. Если они сами не разоружаются, если им Ереван и Москва не разоружают, как и РМК, кстати, мы их разоруживаем очень быстро и эффективно. Вот, собственно, какая ситуация на сегодняшний день сложилась. Ну, Жатмайли, большое вам спасибо за ваш комментарий, за то, что подключались к нам. Продолжение следует...